Мы остановились с вами на том, что смотрели спектр дифференциальный по частоте для тормозного излучения, мягкофотонного, тормозного излучения Е-Е-Рассеяния. То есть у нас есть такое сечение D-сигма-0, мы его писали с вами, мы с вами сказали, что основные две области, где это сечение велико и где будет набираться интеграл от этого сечения, это область углов рассеяния θ порядка нуля и θ порядка π. То есть у нас есть две области, где верхнее выражение существенно упрощается, оно существенно проще становится. И тогда по нашей общей формуле, основной формуле для мягкофотонного приближения, полное сечение, дифференциальное по частоте, правда, конечного фотона, оно записывается следующим образом. То есть единица на два факториала, это просто общий фактор, учитывающий тождественность конечных электронов. То есть вот этот фактор в фигурных скобках и то, что перед ним стоит, это от вероятности излучения от одного фотона, а в круглых скобках это то, что у нас остается от дифференциального сечения в окрестности двух существенных областей, где оно набирается, где знаменатель мал. Но мы с вами договорились до чего, что вот эту область можно не учитывать, область малых у, да, и вот этот два факториала не писать. Грубо говоря, здесь два одинаковых вклада будет. Для первого вклада основной вклад будет идти от вот этой функции f, для второго вклада от вот этой функции f. Соответственно, для первого вклада вот эти два сокращаются, сокращаются и дают хоть и логарифмический вклад, но подавленный как единица на гамму. У нас с вами релятивизм задачи для простоты. Мы считаем, что у нас s много больше m в квадрате, хотя могли бы это не считать, но для упрощения это делаем всех формул, чтобы быстрее все было. Значит, мы вторую область не считаем с вами и два факториала не пишем, да, поскольку в два вклада одинаковых. От этой области мы говорим, что у нас работает область малых t, поэтому в окрестностях малых t разлагаем нашу функцию f. Я, кстати, когда на прошлом семинаре писал выражение для f, ну, вам напоминал то, что было из лекции, да, что это f возникает как интеграл. Я там 4p забыл. Вот я извиняюсь, вы его туда куда-нибудь в прошлый семинар нарисуете, чтобы оно там не повисло в воздухе. Ну, это не важно, это просто цитата из лекции была, а все остальные формулы все правильные у нас. Вот, при малых кси это 4 третьих кси квадрата, да, и мы видим, что интеграл по dt, по dt минус t, он логарифмический. И у нас получается в конечном итоге от всех вот этих множителей набирается 16 третьих. Re это α делить на m, да, как обычно. Re α делить на m. И логарифм максимальной и минимальной передачи. Максимальная передача определяется из того, докуда мы можем вот эту асимптотику тянуть, получая логарифмический вклад. То есть это определяется условием, что кси порядка единицы. То есть t максимальная минус t максимальная порядка квадрата массы, да, то есть вот это квадрат массы. А t минимальное надо найти. Это некое нетривиальное в данном случае искусство найти t минимального. И научный опытом прошлой задачи у нас есть с вами такое предположение, которое мы можем проверить. Предположение состоит в том, что минимальная передача, она возникает, во-первых, в коллинеарной кинематике, во-вторых, при рассеянии на угол 0. Это достаточно очевидно само по себе, потому что при рассеянии на угол 0 без излучения фотонов передача t равна 0. Если фотон очень мягкий, то просто по непрерывности у вас минимум в нуле как был, так он и останется. Но можно, конечно, это и более строго доказать, проведя минимизацию соответствующей функции от векторного аргумента. Мы с вами рассмотрим просто коллинеарную кинематику, убедимся, что действительно то t, которое здесь получается, это достаточно маленькая величина, порядка омега в квадрате, частоте фотона в квадрате. Причем перед этой частотой еще будет, перед квадратом частоты еще будет коэффициентом маленький фактор. Пропорциональный, как мы увидим, единица на гамма в шестой, на гамма-фактор в шестой степени. Что у нас есть? У нас есть закон сохранения энергии, закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии говорит, что в системе центра инерции начальных пучков мы сталкиваемся, у нас суммарная энергия 2e, а в конце у нас энергия 1e, 2e и фотон полетел, 1 фотон. Дальше коллинеарная кинематика нам подразумевает, что фотон летит вдоль конечной частицы. Если бы он летел не вдоль конечной частицы, то как ни трудно увидеть, можно это численным образом показать. Каждый раз это несложно показать, что передача была бы больше, если бы фотон имел некую поперечную компоненту. Как минимум на квадрат этой поперечной компоненты она была бы больше. Поэтому мы рассматриваем коллинеарную кинематику, то есть конечный фотон летит вдоль конечного электрона. И закон сохранения импульса у нас вот таким вот образом выглядит. Вот так вот выглядит. Хорошо, теперь пишем, что такое передача. То есть раньше передача, когда фотона не было мягкого, она была равна 0, теперь она не 0. Теперь у вас появляется некая минимальная передача, поскольку есть ненулевая частота фотона. Просто по определению это есть 4-импульс в квадрате, или это что-то же самое, что P2'-P2. То есть старое определение P2'-P2T, оно все равно сохраняется. Только вы должны из закона сохранения это P2'-P2 выразить через частоту. Расписываем в компонентах и сразу учитываем, что у нас рассеяние на угол 0 идет. То есть вот здесь вот мы это дело учли. То есть у нас конечный импульс, он коллинеарен начальному импульсу. И поэтому я здесь сразу рассматриваю разность модулей. То есть у нас мало того, что коллинеарная кинематика излучения фотона, но у нас еще рассеяние на угол 0. И вот в этой кинематике, то есть когда фотон летит вдоль конечного электрона, а конечный электрон, в свою очередь, летит вдоль начального электрона, то есть рассеяние под угол 0, мы смотрим, какая передача будет. То есть вот это T, это и будет минимальной передачей. Ну что нам нужно сделать? Нам нужно из вот этого равенства найти, как выглядит функция E1' от омега. Из вот этих законов сохранения найти E1' от омега. Найти, как выглядит модуль P1' от омега, как функция омега. Вот и подставить сюда. Подставим сюда и найдем, какая у нас минимальная передача. Как будем действовать? Омега у нас малый параметр. Точнее, малый параметр у нас не омега, а омега на E. Омега на E много меньше единицы, то есть фотон мягкий. То есть мы можем вот эти соотношения в фигурных скобках решать методом последовательных приближений. В нулевом приближении, когда частота фотона равняется нулю, тогда E1' чему равен? Просто E. Имеет место закон сохранения энергии. Энергия конечных электронов равна энергии начальных электронов в системе центра инерции. А P1' соответственно равен P, где P это модуль импульса начальных электронов. Ну, давайте найдем следующую поправку по частоте. То есть вот эту функцию найдем с точностью до O' от омега в квадрате. Давайте, Евгений, вы начинали, давайте закончим. То есть у нас вот здесь вот E2' какой-то фигурирует. Ну, давайте E2' через дисперсионное соотношение напишем через P2', как выглядит и подставим. То есть вообще говоря, это достаточно сложные уравнения, которые определяют зависимость E1' от омега. То есть их так просто не решить, они трансцендентные уравнения. Да, у нас энергия с массой в квадрате, только E2' надо писать. То есть корень квадратный, P2' в квадрате плюс масса в квадрате, да? Нет, не надо ее выкидывать. Мы массу не выкидывали. У нас масса вот здесь вот у нас сидит. Поэтому мы ее не полагали равной нулю. А P2' мы знаем через P1' что такое, да? То есть это есть P1' плюс омега и все в квадрате. Да? Плюс масса. Ну, подставляем в первое соотношение. Как первое соотношение будет выглядеть? Чуть-чуть посильнее намело давите, чтобы виднее было. E1' это наша неизвестная функция. А здесь давайте скобочки раскрываем и тоже E1' выражаем. E2' если я скобки здесь раскрою, P1' в квадрате плюс M' в квадрате. Это что такое? Это E1' в квадрате. E1' только пишите. Дальше там будет удвоенное произведение. По E1' на омега. Ну, плюс O большое от омега в квадрате. Мы, в общем, могли бы и до следующего члена смотреть. Ведь это бы нам дало некое условие применимости всех наших полученных формул. Но это лишь загромождает обозначение. Ничего нового мы не получим. То есть в ультралитивизме ничего нового, кроме вот этого соотношения, мы не получим. Так. Масса ушла в энергию. У вас P' в квадрате плюс M в квадрате. Это энергия. Да, теперь можем вынести E1' в квадрате и разложить по нашему параметру. Вот так вот разложить. Плюс O большое от омега в квадрате. Вот здесь вот, смотрите, перед омегой, коэффициент перед омега маленькая, вот здесь мы можем уже подставлять первое, подставлять нулевое наше приближение. Правильно? Потому что здесь уже малость есть. В нулевом приближении P' это есть P, а E1' это есть E. То есть это отношение, это будет что такое? Бета, то есть у нас есть для начальных электронов отношение импульса к энергии, просто это бета обозначим. Для начальных сталкивающихся электронов. Плюс бета на омега, да. Отсюда находим, что такое E1'. Давайте куда-нибудь. Ну вот, а вот здесь вот можно написать, здесь места вполне хватает. То есть выражаем из этого соотношения E1'. Понятно, что должен главный порядок быть. Ну сразу надо вот отделить. Что еще? Двойка еще, да? Или что? А, двойка сократилась, правильно он все сделал? Он E2' вынес, двойка сократилась, да, при разложении корня. И на двойку выделили все, да. Да, вот с точностью до омега в квадрате мы получили такое соотношение, что это есть E, да, нулевое приближение, минус 1 плюс бета пополам на омега. Энергию нашли. Для найденной энергии давайте найдем импульс из диспрессионного соотношения. P1'. Понятно, да, что мы делаем? То есть мы последовательными приближениями решаем это уравнение просто. И самое нетривиальное здесь было сообразить, то какая кинематика нам доставляет минимум передачи. Вот после того, как мы это сообразили, дальнейшие все вычисления, они здесь тривиальны. То есть это школьного уровня. Ну масса еще там, наверное, да? Ага, с минусом. Давайте нормально, пишите, а не так. То есть с той же точностью удерживая линейные по омега-члены. Это P в квадрате. 1 плюс B, ну он вот это выращение развел в квадрат. Да? В квадрат. Или что? Да, на E. Это же P. P на E. Да, да, да. Да, ага. P выносим и разлагаем. М-м-м. М-м-м. Да. В общем, выражение очень похоже на то, что было для энергии, только еще одна бета возникла в знаменателе, правильно? Согласны? Правильно? Здесь бета возникла. Ага. Отлично. То есть вот это наша зависимость по один штрих. Давайте теперь пишем, что такое T минимальное. Вот у нас выражение, да, для T минимальное в нашей кинематике. Ну вот здесь вот у нас как раз место есть. минус T минимальное равно. Подставляем это все аккуратно. Ну, сначала все напишите, я один штрих, это что такое. Сейчас мы заодно по второй скобке проверим, действительно ли мы кинематику угадали. Угадали или нет? Угу. Угу. Ну, все. К общей знаменателе приводим. Омегу в квадрате можно вынести сразу, да? Омегу в квадрате выносим. Первая скобка, это что такое? Не надо, просто напишите, что такое первая и вторая скобка. Да можно их разносить в квадрате, без разницы. У меня каждая по отдельности мала. Комментируй. Угу. 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 Ага. Не совсем то же самое, еще бета в знаменателе, да? Бета у нас к единичке стремится. То есть мало того, что сама по себе эта скобка мала, да? Она сама по себе мала, но и они еще, вычитаясь друг из друга, дают дополнительно малую величину. Один минус бета в квадрате на 4 наружу уносим. И там к общему знаменателю приводим. Пишите так, чтобы видно было. Я вот стою рядом, а то не вижу, что за знаки там у вас. Угу. Да. То есть один минус бета в квадрате. Здесь вот малость в квадрате, и здесь еще одна малость, да, возникла. Давайте у нас бета стремится к единице, то есть бета близко к единице. Поэтому давайте выделим степени обратных гамма-факторов. Как это сделать? Как что? Конечно, да множить на 1 плюс бета в квадрате и поделить на 1 плюс бета в квадрате. А там, где мы делим на 1 плюс бета в квадрате, в знаменателе можно бета равна единице положить. Правильно? Там никаких сингулярностей не возникает. То есть тогда в числителе что у вас в 1? Примерно, да, это все примерно 16. 16. В знаменателе бета уже единицы можно полагать, да? А в числителе будет? Есть на гамма-факторике? Нет. А вот это гамма? Нет, не гамма, это гамма в квадрате. Напишите сначала через бета. То есть это будет 1 минус бета в квадрате, все в какой степени? В третьей степени, да? А 1 минус бета в квадрате это гамма в омега в квадрате. О, то есть аж целая шестая степень. Мало того, что омега сама по себе мало, да? У нас так и целая шестая степень гамма-фактора возникает под логарифмом. Ну, все, подставляем, ответ пишем. Давайте вот сюда вот его и напишем. Равно. Так пожирнее нарисуйте его, чтобы я здесь вместо сыр. Под логарифмом все вот эти 16 и прочие цифры можно не писать, правильно? Потому что мы считаем с логарифмической точностью. То есть любой фактор порядка единицы под логарифмом, его можно опускать. То есть мы ухватываем только параметрическую логарифму от параметрической зависимости от омега и от массы. То есть м квадрат стоит, здесь омега в квадрат и гамма-фактор аж целой шестой степени. Да, вот такой вот большой логарифм. То есть этот логарифм, он, ну, он всегда большой, правильно? Поскольку у нас омега, согласны, что он всегда большой? Потому что мы здесь м квадрате с гамма в квадрате объединим в энергию, вот у нас параметр, большой параметр возникает. Это еще дополнительный, еще дополнительный, а в целых гамма в четвертый фактор к этому параметру омега на е. Вот так вот мы получили достаточно просто, без громоздких каких-то усилий и вычислений, получили дифференциальное сечение по частоте для тормозного излучения. Вопросы какие-нибудь есть по тому, как мы это делали? Здесь все моменты понятны. Характерная особенность какая вот это вот тормозного сечения? Большой логарифм возник, да, есть большой логарифм. То есть, как обычно, для тормозного излучения d-омега на омега фактор, и большой логарифм, и в логарифм тоже омега входит. Здесь тоже омега есть. То есть мало того, что при малых омега у вас еще вот эта сингулярность, так еще и вот здесь вот тоже дополнительное есть усиление логарифмическое. Вопрос есть какой-нибудь? Евгений, у вас самого вопроса есть? Все понятно. А вот не калиниарен, не калиниарен, не калиниарен фотон, какое подавление? Вот смотрите, если бы фотон был не калиниарен, да, то есть тогда бы вот здесь вот стоял, ну, так, грубо говоря, не знак плюс, или не омега, скажем, а омега пополам, да, вот для продольной компоненты, вот это же продольная компонента вдоль оси z, где z это ось столкновений. Омега пополам, допустим, бы здесь стояла, или омега натрий, но не омега. Тогда что бы произошло? Тогда бы во второй скобке, вот эта вторая скобка, она бы теперь перестала быть маленькой. Вот здесь, обратите внимание, во второй скобке отсюда произошло сокращение, что когда бета стремится к единице, это ноль, да, если бета к единице, это ноль. А если бы здесь стояла не омега, а, скажем, омега, вот продольная компонента вдоль оси z была бы какой-то отличной от омега, то здесь бы стояло вполне какое-то число, то здесь бы не ноль был, да, то есть мы бы, изменив вот этот коэффициент, мы бы увеличили бы t минимальное. То есть если бы фотон имел какую-то компоненту поперечную, да, вот имел бы поперечную компоненту, и она бы уменьшила бы продольную компоненту вдоль оси z, то мы бы уменьшили бы вот этот коэффициент, и вот эта скобка стала бы большой. То есть t минус, t минимальное мы бы увеличили. Вот интуитивно около вот этого минимума понятно, что если вы куда-то от него сдвигаетесь, то вы получаете большее значение для неколинеарного фотона. Вы это спрашивали, да, или нет? Ну, мы когда хотим найти, ну, в течение, вот тогда потом, по полному, мы тут как ограничились только t минимальным, да? Ну, мы вообще общую задачу бы интегрировали по этому, по всему t. Да, ну, не-не-не, мы интегрировали по всем, ну, да, мы по всем t интегрировали, в принципе, по всем t, по всем передачам. Ну, и в интеграле по всем передачам у вас есть область, которая дает логарифмически усиленный вклад, и область, которая не дает большого логарифма. Вот то, что не дает большого логарифма, мы не посчитали. То есть мы не контролируем члены, не усиленные большим логарифмом. Это мы не посчитали. Ну вот, то есть это же мы получаем, если мы хотим пройти следующее приближение, да, считать. Ну тогда мы должны брать полное выражение для сечения. Вот у нас полное выражение, да, не вот такое упрощение. Полное выражение, брать функции f не в асимптотике, а следующий член разложения асимптотики, либо полное выражение для f, то есть всю вот эту страшную функцию с логарифмом, а его интегрировать. Ну понятно, что это уже только численно можно сделать, аналитически вы не продвинетесь. Но вот следующие задачи можно и аналитически продвинуться. Вот сейчас вот это покажем. То есть если вы хотите посмотреть следующее за логарифмическим приближением, то нужно уже пользоваться всеми формулами, ничего не разлагая. Здесь уже численный счет только вам может помочь. Двигаемся дальше, да? Хорошо, тогда следующая задача, она очень похожа на эту, то есть на самом деле все формулы почти те же самые будут. Следующая задача – это двойное тормозное излучение. Двойное тормозное излучение. То есть мы рассматриваем то же самое, E-E- растение, но теперь у нас будет излучаться два мягких гамма-кванта. Один с частотой омега-1, а второй гамма-квант с частотой омега-2. И мы хотим найти также дифференциальное по частотам конечных фотонов сечение. То есть найти дифференциальное по частотам конечных фотонов сечение для двойного тормозного излучения. С лекции мы с вами помним, что мягкие фотоны, они излучаются независимо. И если у вас не один фотон излучается, а два фотона, то вот мягкофотонная факторизация так устроена, что вы просто должны возвести соответствующий фактор, вот этот фактор, вот этот фактор, возвести во вторую степень. Правильно? Мы это на лекциях с вами показывали. То есть реально здесь будет все то же самое. Почему? Потому что вот этот фактор у нас теперь будет во второй степени, а сечение, исходное сечение dсигма-0 под dt, оно то же самое. И в этом сечении те же самые области, которые дают основной вклад. Это малые t и малые u. Малые t, малые u. Ну а давайте запишем аккуратно, как выглядит вот этот dсигма-2гамма интеграл. То есть мы сразу берем интеграл по d-t. То есть мы оставляем интеграл по частотам, а по d-t интеграл возьмем. Ну давайте, не знаю, альдар, давайте идите. Образдата сегодня не было, да? Давайте еще раз как бы вот эту всю формулу напишем, только со всеми факторами, которые у нас есть. все их вспомним, а потом уже будем ее упрощать. Ага, да, то есть мы возводим в квадрат, дальше здесь 2 дифференциала у нас будет. Там p в квадрате, ага, окей. Да. Дальше есть вот эта фигурная скобка. Давайте вот этот член напишем, а остальные плюс многоточие, она вот у нас перед глазами. Угу. Да, она будет в квадрате уже, да? Здесь пока то же самое, то есть либо мы пишем как бы все полное сечение, да, либо мы вот используем наше приближение, то есть берем только область малых t и малых u. d минус t, ага. Это все правильно, это наше d сигма 0. И еще факторы, какие надо не забыть. Что у нас еще есть? Да, есть тождественность. Это что за фактор будет? Ну вот сюда вот так нужно написать. Да, то есть тождественность по электронам у нас есть. И что еще есть? И по фотонам тоже тождественность. Мы же по углам проинтегрировали их, правильно? Поэтому они уже, в принципе, могли бы перемешаться. То есть два раза факториал один из электронов, другой из фотонов. Ну точно так же можно в электронах на два не делить и учитывать только область малых u. Да, так же, как мы делали раньше. Вот, окей, вот давайте посмотрим внимательно. Понятно, почему мы взяли это выражение, вот только это. Потому что именно оно будет давать основной вклад, да, в интеграл отсюда. Оно будет давать. Область малых t, она дает главный вклад в этот интеграл. То есть можно было все остальные члены тоже писать, но это уже вклады были бы подавлены. Они были бы малы по сравнению с вот этим главным единицей в t в квадрат. Давайте посмотрим, удастся ли нам по t проинтегрировать. Вот какого типа здесь интеграл при малых t? При малых t как это все себя ведет? Здесь в знаменателе стоит t в квадрат, да? А вот эта вот вся радость при малых t как себя ведет? Фигурная скобка в квадрате при малых t. Это что такое? Тоже как t в квадрате, правильно? То есть вот эта штука, она себя ведет тоже как t в квадрате. Тоже как t в квадрате. Что это значит? Что у нас в ответе будет? Точнее, так, лучше по-другому сказать. Чего у нас в ответе не будет по сравнению с тем, что было раньше? Вот раньше у нас были интегралы, смотрите, dt, d-t делить на t. И d это давало нам большой логарифм, да? А здесь никакого логарифма не будет. Видно же? То есть здесь область малых t, да? Она почему нам интересна? Потому что именно вот это сечение велико в области малых t. Область малых t нам не дает логарифмически усиленных вкладов. То есть мы можем t минимальное положить равным... Какой t? А, вот эти что ли? Да, вот здесь. Мы же с вами видели, что в области малых t, когда t мало, вот эта штука, она себя ведет пропорционально t, только она делится не на m в квадрате, а на что? На e в квадрате, да? То есть вот если вот эта штука пропорционально t делить на m в квадрате, то вот эта парочка дает нам вклады порядка минус t делить на e в квадрате. То есть это как минимум в гамма квадрат раз подавлено, чем это выражение. Поэтому здесь все вроде чисто, да? Правильно? То есть t минимальное можем положить равным нулю в данном случае. t минимальное равняется нулю. Теперь спрашивается, что такое t максимальное в данном случае? Вот раньше t максимальное было какое? Из каких соображений? Чтобы асимтотикой можно было пользоваться, да? А сейчас мы уже говорим, нам не надо этой асимтотикой пользоваться. У нас необходимости никакой в этом нет. Вот если я не хочу этой асимтотикой пользоваться, я же ее здесь не использовал нигде пока еще при интегрировании по t. Потому что у меня логарифмических интегралов не возникает, мне ничего интегрировать при малых t не надо, я вот просто держу функцию, как она есть. Тогда спрашивается, чем будет определяться t максимальное? Вот если я вот так вот написал мое сечение, то чем оно будет определяться? Ну да. Но мы же по t интегрируем. Какое условие? Да, вот у нас есть условие, что при t много меньше s, при t много меньше s, наше сечение вот так вот упрощается, да? И сюда мы впихнули наше упрощенное сечение, правильно? Упрощение. Значит, мы имеем право пользоваться вот этим выражением, когда t много меньше s, верно? Вот спрашивается, а можем ли мы, вот у нас t много меньше s, тогда мы можем вот этим воспользоваться, да? Спрашивается, а можем ли мы дотянуть его до s? Ну, берем t и, скажем, s на 10 или s на 50, там, какой-нибудь вот такой, тогда t будет много меньше s, но параметрически оно пропорционально s. А это зависит от того, как сходится интеграл. Вот как интеграл по dt сходится при больших t, как он себя будет вести? Вот у нас есть интеграл по dt, да? И вспоминаем теперь поведение при больших t. Мы помним, что s – это у нас большой параметр, да? Вот при больших t он как сходится? Он сходится ли вообще? Ну, какое поведение здесь у него? Нет. Давайте вспомним, асимптотика какая? Асимптотика у функции f какая при больших аргументах? Вот теперь аргумент этот большой. Логарифм, правильно? Ну, напишите это. То есть при больших xi, вот это у нас xi параметры, да? Вот это xi. При xi много больше, при xi много больше единицы, у нас интеграл себя ведет каким образом? То есть это будет квадрат логарифма, там, минус t, да? Делить на t в квадрате, правильно? Давайте по размерности минус t делить на m в квадрате. То есть сейчас вопрос с верхним пределом. С нижним разобрались, что t минимальное можно нулю поставить? Сейчас смотрим на верхний предел. Вот у нас отсюда такое выражение, да? И еще t квадрат отсюда, да? t квадрат под d минус t. t квадрат и по d минус t. Вот этот интеграл, вот если я теперь буду интегрировать по t до бесконечности, до бесконечности, этот интеграл сходится? Да, сходится или не сходится? Вот я интегрирую его от некого t0 до бесконечности. На бесконечности он сходится или нет? Он как логарифм. Почему он как логарифм-то? Он у вас всех логарифм наносит. Ну у вас же здесь стоит t квадрат. Здесь же t квадрат стоит. Если бы здесь t стоял, я бы согласился, что это был бы d логарифм и третья степень логарифма была бы. А здесь t квадрат стоит, значит, что можно про него сказать? Что он сходится? Сходится. Сходится, да? Более того, вы его по частям можете посчитать. Вот это по частям загоняете, как d единица на t. И логарифм этот дифференцируете, он вам всякие степени t будет спускать. То есть он на бесконечность, он сходится, этот интеграл. Он хорошо сходится, правильно? То есть если вы эту функцию проинтегрируете, она будет вести себя как логарифм, и логарифм t делить на t. При больших t это стремится к нулю. Поэтому вы можете тянуть ваш вот этот параметр, тянуть вот эту формулу, которую здесь использовали, тянуть ее вплоть до t порядка s. t порядка s. А это значит, что, ну, если я перейду к безразмерному параметру, значит, что здесь могу верхний предел заменить на бесконечность. Правильно? Вот это понятно, или чувствуете, что я вас обманываю как-то? Понятно? Да, понятно. Ну, давайте посмотрим, какой у нас интеграл возник. Давайте его напишем. Вот у нас есть, перейдем от переменной t, перейдем к параметру ks. Да, вот у нас ks это есть минус t на 4m в квадрате. И перепишем все через ks наш интеграл. Вот ks может быть равен нулю, да, у нас ks минимальная, ks минимальная равно нулю, а ks максимальная у нас это что такое? Это есть корень из s делить на 4m в квадрате, а это у меня большой параметр, очень большой параметр. Я его могу заменить на бесконечность. Почему? Потому что интеграл сходится. Потому что вот этот интеграл сходится. То есть, совершая при этом ошибку порядка единицы на вот этот большой параметр, на логарифм, я могу заменить на бесконечность. Да, то есть обычный прием, как в асимптотических методах мы поступаем. А вторая слагаемость не на 2m в квадрате? Вот это? А, вот это? А если это слагаемое, оно дает точно такой же вклад, как и вот это, да, как и вот это. Поэтому просто эту двойку, два факториала сразу сокращаем, и его не пишем. Все в точности так же, как раньше. Для второго слагаемого, для области малых u, работает вот эта функция f, а вот эти две сокращаются между собой, да? А где сюда будет 2 бесконечность? Что? Минус u на 4м в квадрате. Это у нас как s, и у нас у себя как s. Ну да, у нас u ведет себя как s, и поэтому они сокращались, да. Но если более аккуратно разлагать, то они не то, что сокращались, а оставалось вот такой малый параметр, минус t на епсилон квадрате. Вот вы же меня и спрашивали на прошлом семинаре об этом. Так, ну в квадрате, да, функция f в квадрате у нас. Даже здесь 4 будет. А здесь вместо t нужно подставить тоже ксю. Нет, напишите, что минус t равняется там. А здесь d минус t стоит, да? То есть еще d минус t пишем. 4м квадрат. 2 кси, декси. Да, хорошо. Ну все... Да, еще одна вторая от тождественности фотонов, да. По электронам мы учли уже. И по кси мы интегрируем теперь от нуля, да, до бесконечности можем интегрировать. При этом совершая ошибку, единица на гамма-фактор. Логарифм гамма-фактора. Спасибо. Ну-ну. Ну что? 8. там альфа код альфа еще до тоже нужно здесь сила с 1 степень сократилась 3 осталось до xiv кубе стоит так с коэффициентом про это чуть-чуть а такси 4 правильно да мы посчитали сейчас еще лет тоже с вашего позволения проверено 44 16 осталось да вроде правильно согласны коэффициент правильно леонид девающий правильно молодец интеграл что и как считал интеграл да совершенно верно но вот у нас возник такой интеграл давайте его фактически мы решили с вами задачу потому что вот этот интеграл это есть число порядка единицы число порядка единицы но равно знаете чему оно равно 5 4 плюс 7 8 зета функции от 3 вот такое простое простое такое число как как его считать этот интеграл но это несколько такой мат анализ но все-таки давайте давайте сейчас сделаем значит давайте его напишем интеграл от нуля до бесконечности декси делить на кси в кубе f от кси в квадрате но подставляйте что такое фокси прежде чем его по частям считать разумно некую замену сделать а вот все эти корни которые в в фоксе стоят они подсказывают какую замену кси на что нет для f мы подставляем точное выражение вот мы сейчас никакими асимптотиками не пользуемся вообще вот это как раз задача где мы никакими асимптотиками для f не пользуемся f помните как выглядит не помните скобочку открываем скобочку открываем в скобочке стоит что он стоит 2 ксик в числителе 2 кси в квадрате плюс 1 знаменателе кси умножить на корень квадратный кси квадрате плюс 1 дальше логарифм идет под логарифмом помните что это и это со знаком плюс все не плюс 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 все плюс корень квадратный все да и минус один от всего этого минус один это функция f и она в квадрате до все в квадрате на вот так какая замена напрашивается давайте пять минут под анализом позанимаемся по крайней мере мы его весь считать не будем потому что если вы весь считать аккуратно это полтора семинара можно занять примерно да ну вот эту зета функцию хотя бы поймем откуда она взялась вот 5 четвертых легко понять сейчас будет откуда ну только посчитать надо полтора семинара от зета функции прямо посчитаем какая замена напрашивается раз есть корни 1 плюс кси квадрате то да и либо косинус либо синус но раз один плюс то значит синус гиперболический то есть пишем кси равняется синус гиперболический игрек синус и грек тогда вот этот логарифм чему равен сразу посчитать его совершенно верно а это что такое синус плюс косинус и логарифм от этого синус косинус через экспоненты помните как выглядит синус гиперболический то есть е в степени игрек минус е в степени минус игрек да а косинус е в степени игрек плюс е в степени минус игрек все пополам да если книги попала отсюда я попала мне отсюда и попалом да то есть логарифм от экспонента дает просто игрек да то есть весь этот страшного гореть пришел в игрек напишем все остальное тоже пишем дэкси это что такое будет это гиперболический косинус на дыгрек на на здесь ага так вот да знаменатель синус на косинус игрек до минус 1 все в квадрате видно что немножко попроще стал интеграл значит как его нужно считать давайте сейчас некий этап пропустим я просто словами его скажу здесь проблема вот когда вы будете по частям его считать проблема на нижнем пределе на самом деле расходимости на нижнем пределе нет но когда каждый отдельно член считаем по частям расходимость есть как нужно сделать нужно ввести параметр какой-то регуляризации дельта дельта сюда и устремить дельта к нулю рассмотреть предел дельта стремящимся к нулю вы заведомо знаете что это дельта сократится в конце но теперь вы можете каждый разбивать эти интегралы на отдельные интеграл и их считать да то есть вот такой прием дальше что мы делаем мы вот эту скобку раскрываем просто квадрат раскрываем но раскроете что там будет так вы раскроете а я пока пока вот что сделаю пока раскрываете из того как по частям считать что у нас есть у нас есть синус это есть минус катангенс штрих производная дальше у нас возникнет четвертая степень игрека и это есть катангенс игрек минус одна треть катангенс гиперболический в кубе игрек такая и вот такая комбинация тоже возникнет игрек здесь синус гиперболический игрек один плюс два с квадрате игрек все в квадрате поделить на с квадрате игрек точность квадрате игрек это есть минус одна четвертая единица на четвертый игрек минус три вторых единицы на синус квадрате игрек и плюс логарифм тангенса игрек штрих минус три вторых то есть основной здесь метод просто тупо по частям считаем тупо по частям но чтобы по частям нужно вот дифференциалы как-то выделять на дифференциалы легко выделяются элементарными вот этими формулами это простейшие волос все интегрирование здесь написано только в обратном порядке интеграл от финусов четверта это есть вот такая комбинация здесь через производный написано вот у нас возникли возникли вот такие члены то есть вот такое слагаемое такое слагаемое такое слагаемые да но то для для примера вот слагаемы с единичкой как посчитать допустим с единичкой 1 отдельно по считайте вклад да снова под дифференциал занесли на синус кубе да и это чё такое 2 шинуса а вторая то есть будет одна вторая и синус квадрате если так то но если так то еще то еще минус до на бесконечности это на бесконечности если игре бесконечно что в синус куда это будет 0 все вместе потому что синус гиперболический он как экспоненты растет да то есть остается только вклад на нижнем пределе остается вот это этот параметр дельта в знаменателе да то есть минус единица на 2 синус квадрате дельта до минуса нету теперь да вот и когда вы вот эти дельты соберете от всех остальных вкладов от всех остальных вкладов они у вас сократятся и дадут ровно вот эти пять четвертых это можно убедиться и вот вот вам это домашнее задание проверьте что то так действительно часок потратьте вот это мы тд единицы вклад нашли от единицы до единицы губ от единицы да есть вот такого типа слагаемая вот такого типа слагаемую смотрите как они выглядят это либо интеграл и вот такого типа да либо интеграл вот такого типа ну вот например вот здесь вот двойка сокращается косимус окращается остается свинус в четвертом степени от formal у вас сразу по этой формуле считаете да то есть вот этих форму достаточно чтобы посчитать вот эту радость да вот эту да теперь что касается вот этого слагаемого вот все что здесь написано здесь еще кстати вы когда в квадрат возводили у вас еще игрек же должен быть здесь игрек в квадрате есть y здесь игре квадрате да поэтому вы по частям считаете да вы вот это сначала в дифференциал загоняете с помощью этих формул а потом уже потом уже считаете по частям вот здесь игрек квадрате нас состоит да здесь точно так же весь вот этот паровоз который перед игре квадратом стоит мы с помощью вот этой формула загоняем в дифференциал и считаем считаем по частям да вот у нас единственный нетривиальный трансцендентный вклад будет возникать от вот этого логарифма логарифма тангенса вот когда вы по частям проинтегрирует это выражение останется что вот от логарифма тут это что останется будет будет 2 y правильно то есть после интегрирования по частям вот от вот этого слагаемого и от вот этого логарифма у нас самый нетривиальный нетривиальный интеграл в этом вычислении будет такое это будет минус 2 как правильный дар говорит от нуля до бесконечности игрек до игрек и на логарифм тангенса игрек вот такой интеграл вот это самый нетривиальный здесь интеграл который есть но давайте его и посчитаем с вами быстро минут за пять как посчитаем пишем что такое тангенс гиперболически через экспоненты понятно да откуда такой интеграл возник все возник из вот этого слагаемого при интегрировании по частям все остальные слагаемые дают только от интегралы типа синусов и и косинусов ничего более чем для их интегрирования вот этих двух формул достаточно ничего больше не надо к это это все да давайте здесь на есть степени игрек сократим в числителе здесь есть ну вот лично а теперь попытаемся без того чтобы два разных интеграла считать один с плюсом другой с минусом пытаемся посчитать какой-то один который их обобщает как это можно сделать есть кинтеде игрек на минус игрек но она особо ничего ничего не даст у вас здесь то знак плюсами на минус комплексной плоскости но это довольно это надо аккуратно делать потому что здесь стоит логарифм да у него там будет много точек ветвления здесь комплексной плоскости где вот это все зануляется ну вот давайте так сделаем я маленькая подсказка дальше вы догадаетесь вот числитель и знаменатель умножьте на числитель что у вас получится здесь квадрат но напишите что получится в числителе будет квадрат но равно перечисли равно так и пишем до 1 минут степени из 2 игрек все в квадрате а знаменателе будет минус 4 2 отлично и теперь видно что нам достаточно посчитать только один эталонный интеграл давайте как-нибудь вот так обозначим т.н. который есть интеграл от нуля до бесконечности игрек до игрек а здесь стоит логарифм чего ага я в степени минус н игрек минус м игрек мы вели параметр м то что здесь он равен двум а здесь мы равен 4 ага тогда наш интеграл который мы считаем чему район через через вот этот интеграл еще общем минус 2 достает напишите минус 2 этот квадрат не забывайте он тоже вас есть да логарифма он вылезет еще одну двойку то есть минус 4 умножить на н равно двум и и вот этот то есть двойка у нас стоит только то есть будет плюс 2 на т4 до правильно т4 отлично ну так то есть нам достаточно только вот этот интеграл посчитать который который т.н. ну а давайте вы считаете т.н. равно как его посчитаем в ряд разложен правильно ленин говорит т.н. то есть логарифм расклад так чему пишите не не вот у нас вот смотрите здесь вот этот параметр он всегда меньше единицы правильно а еще можно логарифм разложить в ряд один минус эпсилон в ряд расклада без к а вы все члены ряда хотите писать ну ладно хорошо но две ряда но еще обратите внимание что здесь минус стоит вы можете как вы писали на только тогда знак потому учтите правильно а да правильно только н плохо давайте другую букву по сцену за н уже занят к то к и здесь . есть . есть степени н игрек степени к мы могли сразу писать минусом к игре к хорошо а теперь по игрек интеграл считаем по игрек интеграл это типа интеграл типа чего типа гамма-функции правильно но минус и ну да ильдара минус давайте просто останется минус и его наружу да не здесь то оставьте все здесь правильно все написали просто здесь минус и это все где не пишите дальше а гамма-функция чего да тут на н к правильно на н к и сколько раз два раза сюда и сюда да на н квадрат к в третье и гамма-функция от 2 правильно 2 да теперь н это у нас параметр нашей задачи его наружу нужно вынести минус единица на н квадрате а гамма 2 это единица чего и писать а сумма по ну напишите эту сумму сумма пока от единицы до бесконечности единицы на к в кубе это по определению за это функция 3 этот за это трех то есть это есть где-то трех минус н квадрат его отлично то есть талон интеграл посчитали мы подставляем теперь сюда чем у нас получилось где-то трех сразу выносим наружу просто единицы да потому что есть тоже минус есть ну почему четырех четырех в квадрате же минус 1 восьмая да и все вместе это дает 7 восьмых дзета трех до отлично вот этот кусок мы получили да вот самый нетривиальный в этой задачи вы получили все остальные они тривиальным интегрированием по частям находятся то есть их можно математику эти интегралы вбить и они вам она вам посчитает вот то есть чем у нас учит этот случай что не всегда у нас логарифмическое усиление бывает правильно мягкофотонное приближение для двойного тормозного излучения большого логарифма не возникло то есть просто спектр оказался очень простой какое-то число да на доомега на омега доомега на омега при малых при малых частотах и более того мы даже симптотиками f не воспользовались проинтегрировали в целиком как она есть хорошо спасибо лидер вопросы есть по этой задачи все есть понятно все моменты понятны давайте дальше двигаться следующую задачу так я вот это давайте здесь так вот пока сотру дальше вот мы когда с вами на лекциях проходили мягкофотонное приближение мы с вами рассмотрели один подход к выводу основной формулы это подход классических токов помните такой вот в этом подходе он на самом деле очень мощный подход мы исходную с матрицу представили в виде классическая с матрицы то есть мы считали что движение всех жестких частиц нашла электронов то есть то что создает электромагнитное поле она фиксирована некими классическими классическими траекториями излучение мягких фотонов она квантовая и вывели выражение для классической с матрицы с классическая прямо из исходной с матрицем и его вывели считая в исходной S-матрице, в S-операторе квантовой электродинамики, считая, что электронный ток – это не оператор, а обычное классическое поле. В этом предположении мы вывели следующее выражение. Здесь стоит нормальное упорядочивание. Е в степени минус Е интеграл D4х, Gμ от x, Аμ от x. Это оператор, а это классический ток. Классический ток нормального упорядочивания. А здесь стоит просто фактор, это вообще никакой не оператор. Просто и Е квадрат пополам. И фактор устроен как? Это пропагатор, умноженный на фурье образ тока. То есть здесь стоит пропагатор D4х на 2π в четвертой. К квадрат плюс и ноль. Мы его прямо нашли. А здесь стоит Gμ от k, то есть фурье образ тока, свернутый в Gμ от k комплексно-сопряженное. Вот такая величина. Gμ от k – это фурье образ нашего классического тока, который создает электромагнитное поле. Вот такое выражение для S-матрицы. То есть у нас наша факторизация мягкофотонная каким образом устроена? Что если я беру матричные элементы с матрицы, вот здесь вот у меня есть жесткие частицы и мягкие фотоны. В начале, дальше жесткие частицы и мягкие фотоны. Вот здесь вот в конце, здесь в начале. То факторизация как устроена? Это есть примерно жесткие частицы в конце, S в жесткие частицы в конце, в начале. И этот матричный элемент нам дает сечение σ0. С0 умножить на мягкие фотоны в конце. S классическое, мягкие фотоны в начале. И вот этот матричный элемент нам дает фактор излучения мягких фотонов. Мы его обозначали ξ. Это излучение n мягких фотонов. Что мы на лекциях с вами вывели? На лекциях мы нашли вот такую штуку. S классическая по модулю в квадрате. То есть это фактор без излучения мягких фотонов. То есть как модифицируется исходное сечение, если мы не излучаем фотоны. Вот эту величину мы нашли. И мы ее называли на лекциях ξ0. И что это такое было? Нужно было вот эту радость возвести по модулю в квадрат. Воспользоваться формулой Сахотского. А у нас там стояло как квадрат плюс и ноль, минус за счет вот этого и как квадрат минус и ноль. Это было минус 2π, дельта функции от k в квадрате. Эту функцию k в квадрате мы с вами проинтегрировали по d4k. И получили следующее выражение. Получили следующее выражение. Я в степени. Так напишу. Минус. А н средняя от... А здесь аргументом так напишу. Омега максимальная. Максимальная. Лямда гамма. Это мы на лекциях получили. Я просто напоминаю. Где что такое н средняя от омега. Максимальная. Лямда гамма. Это есть интеграл. Д3k на 2π в кубе. 2 омега. Стоит частота. Дальше стоит минус 4π альфа. И жи мю от ка по модулю в квадрате. Вот такое выражение. И это выражение для простейшего выражения для токов. Жи мю от ка сумма заряды конечных, импульсы конечных на КПФ минус заряды начальных, импульсы начальных на КПИ. То есть для вот такого выражения для тока, мы его тоже это выражение на лекциях получали, оно отвечает изменению траектории скачкообразному, где вначале частица имела импульс ПИ, а потом при Т равное нулю изменила импульс на ПФ. Вот для такого выражения фурьевого образа токов мы получили с вами нашу главную формулу мягкофотонного приближения. То есть здесь было что? 2 альфа делить на ПИ со знаком минус Д омега на омега, а здесь стояла сумма. Сумма по конечным частицам. Ф меньше, Ф штрих. Ку Ф, Ку Ф штрих. Ф от Кси Ф Ф штрих. Плюс сумма по начальным. Давайте напишем. Плюс и меньше и штрих. Ку И, Ку И штрих. Ф Кси И И штрих. Минус сумма по парам, где одна конечная, одна начальная. Ку И, Ку Ф. Ф Кси И И. Вот, Маша, вот это замечательное выражение, которым мы пользуемся уже второй семинар, оно возникло и в этом подходе, возникло при интегрировании вот этого фактора. Когда мы взяли этот фактор по модулю, по модулю у нас возникло в точности вот такое выражение, от которого интеграл по частоте берется от лямбда-гамма, это инфракрасный регуляризатор, до некого омега-максимального, которое определяется тем, насколько точна аппроксимация классической траектории вот таким вот углом. И это омега-максимальное, мы говорили, что если мы вот таким углом аппроксимируем наш ток, то это порядка характерной энергии, характерной энергии вот этой частицы или этой частицы. Они у нас все жесткие, поэтому не принципиально, что сюда ставить, потому что это под логарифмом будет. Если бы мы брали не такую аппроксимацию, а гладкую аппроксимацию траектории, то есть не вот это выражение, а заданное какое-то гладкое выражение, то здесь можно было бесконечно ставить, интеграл бы сходился. Тогда бы расходимости у нас не возникало. То есть расходимость на верхнем пределе, она возникает исключительно из-за того, что у нас аппроксимация, аппроксимация вот такая достаточно грубая, грубая. То есть вот это мы нашли на лекциях, а на семинаре мы оставили вопрос о том, как выглядят факторы излучения одного фотона, двух фотонов и так далее. Вот давайте сейчас напишем и вычислим, как выглядит фактор излучения одного фотона. Напоминаю, что когда вы считаете вашу вероятность в единицу времени, вы берете матричный элемент из матрицы по модулю в квадрате, вот этот матричный элемент, делите его на время перехода и умножаете на dm, правильно? На фазовый объем. Где фазовый объем у вас теперь состоит из конечных частиц d3pf на 2π в кубе и на объем. Конечных жестких частиц и ваших фотонов. Скажем, если у нас это один фотон, то здесь будет стоять просто d3k на 2π в кубе и на объем. То есть от фазового пространства вот такой фактор возникает. S-матрица у нас факторизуется, правильно? Она представляется в виде произведения. Соответственно, у нас все вот эти факторы, они уходят в этот время перехода и жесткая часть S-матрицы, уходит в σ0, а все остальные факторы у меня уйдут в ξ1, в излучение одного мягкого фотона. Ну а давайте этот ξ1 и запишем аккуратно. Ну и посчитаем, там считать нечего, просто нужно эти формулы немножко осознать и сразу ответ написать. Давайте, Леонид, идите. Значит, теперь у нас какая ситуация? В конце, раньше был, в конце фотонов мягких не было, а теперь в конце у нас будет один мягкий фотон с импульсом k. Один мягкий фотон с импульсом k. Поэтому вот этот фактор, на который умножается сечение σ0, он чему будет равен? Это будет матричный элемент нашей классической S-матрицы, да? Вот так его и напишите, где здесь стоит единичка. Один фотон с импульсом k и поляризация λ. Ну, давай так напишем, один фотон с импульсом k, ну как k еще и λ тоже, чтобы импульс тоже подчеркнуть, что там было. k и λ, да, один фотон. Дальше классическая S-матрица идет. Вначале у нас мягких фотонов не было, считаем. А еще эту штуку мы берем по модулю в квадрате, правильно? По модулю в квадрате. От фазового объема у нас идет вот такой вот фактор, правильно? Потому что для всех конечных частиц вот такие факторы идут. D3k на 2π в кубе. На объем, да. И мы по всем возможным частотам нашего конечного фотона проинтегрируем. То есть давайте вот здесь чуть подальше напишем. Кси 1. Кси 1 равно. Здесь стоит интеграл. Интеграл. И суммируем по поляризациям. Если мы полную вероятность смотрим, то сумма по λ, да, идет? Сумма по λ. Да. Вот такое выражение. То есть это что такое будет? Это фактор, модифицирующий сечение σ0 за счет излучения одного мягкого фотона. Теперь нам нужна здесь постановка задачи. Вот этот мягкий фотон у нас с энергией не от нуля до бесконечности будет, правильно? Его энергия меняется от инфракрасного регуляризатора λ-гамма до некой максимальной энергии, скажем, энергии, характеризующей разрешение нашего детектора. Давайте ее обозначим, ну, как мы на лекциях обозначили, ΔЕ. Дельта Е. То есть ΔЕ – это максимальная энергия мягкого фотона. Можно сказать, что ΔЕ – это разрешение нашего детектора. То есть при частотах меньших, чем ΔЕ, мы фотон не регистрируем. Поэтому по таким фотонам мы просуммировали все. Просуммировали. Вот этот фактор давайте попробуем посчитать. Для начала вспомним, что такое наше состояние 1К лямбда. Как оно записывается? Через оператор рождение и уничтожение, да. Совершенно верно. Но у вас еще была некая нормировка. Вот давайте той же нормировки, что мы в курсе фетча, и что мы на лекциях придерживались. Там что было? Корень 2П в кубе, да, делить на объем. 2П все в кубе. 2П все в кубе. Вот это в кубе. Да, вот такая нормировка. При этом наши операторы рождения и уничтожения, они на К штрих лямбда штрих, окрест К лямбда. Они у нас вот такому соотношению удовлетворяют. Это у нас на лекции с вами было, да. Здесь К минус К штрих. То есть коммутатор у нас вот такой. И согласованное с этим коммутатором определение вторично-квантованного поля А мю от х. Это что такое было? Нормировки все помните? То есть там что стоит? Д3П, да? Д3П. Нет, здесь П. Здесь мы по всем П суммируем. Делить на корень из 2П в кубе 2 омега. Ага, корень. Да, если я этот корень вот сюда вот не пишу, то я его туда должен писать. И 2П все в кубе. И 2 омега. А здесь стоит вектор поляризации, да, П лямбда на оператор уничтожения и на экспоненту положительно-частотную. Здесь А, ага, ну, букву И пишите. Здесь буква И, а здесь напишите, что это П, А, П лямбда. И Е с мю здесь. Мю. Мю. Да, ага. Вот, а здесь комплексно-сопряженная веточная. Это положительно-частотная часть, да, операторная. Здесь у нас оператор уничтожения, а здесь отрицательно-частотная. Давайте, она как раз нам и будет важна, поэтому, если вы не возражаете, мы ее явно все-таки напишем здесь. То есть стоит Е мю со звездочкой, да, П лямбда. То есть мы пишем просто выражение для вторично квантованного поля через оператор рождения и уничтожения в нашей фиксированной нормировке, которая у вас была в курсе Fetch, которая у нас была на лекциях. Вот. И, да, хорошо. И давайте еще вот здесь напишем лямбда штрих везде. И по лямбда штрих у нас еще стоит сумма. Сумма по лямбда штрих. Сумма по лямбда штрих. Лямбда штрих меняется вот в нашей вот этой калибровке. Сколько поляризаций у нас есть? Это G. Это G, да. Четыре, да, это у нас кавариантная калибровка. У нас есть временные, продольные фотоны и два поперечных. Вот все четыре возможности вот этот G учитывает. Да, то есть для поперечных фотонов здесь просто стоит дельта, лямбда, лямбда штрих. Да, если фотоны поперечные. Ага, отлично. Ну, все. Мы берем наш матричный элемент, да, и вычисляем его по вот этой S-матрице. От фактора в конце что мы получим? Когда мы вот эту штуку возведем по модулю в квадрате и так далее, что у нас возникнет? М? Ну, это же число. Ну, к чему это число равно? Вот мы теперь берем вот эту вот матрицу, да, ее сюда подставляем, вот сюда вот подставляем, да. Здесь есть несколько вкладов. Есть вот это число, есть вот этот оператор. От вот этого числа мы какой фактор получим? Ксеноль. Да, вот этот ксеноль. Правильно? Ну, ксеноль, как он получался? Когда мы вот это все на единицу заменяли и брали только этот фактор. Правильно? То есть от вот этой штуки сразу получим ксеноль. От вот этой штуки это уже оператор. Оператор, да. Какой член разложения я должен взять, чтобы получить ненулевой матричный элемент с одним фотоном в конце и с нулем фотонов в начале? Первый член. Вот давайте это напишем. Напишите, кси1 равно, вот там длинное выражение будет, кси1 равно. Значит, мы поняли, что от вот этого мы получаем ксеноль, да, ксеноль, ксеноль. А здесь считаем, ну, у нас там интеграл стоит, там интеграл, D4 сумма по лям, да, D3K на 2π в кубе объем. И вот сюда вот подставляем первый член разложения. Это наш оператор А, пишите его, как он есть. То есть, просто еще раз быстренько переписываем все, что там стоит. Тогда давайте здесь вот, раз вы начали с оператора А, то я вот здесь вот место вам еще освобожу для всего, что перед ним стоит. Кси1 равно ксеноль умножить. Это наш оператор А, да, почти записан. А, здесь у нас... Ну, оператор один уничтожение, другое рождение, а крест. Ага, дальше D4X, Gμ от X, куда-нибудь вот сюда вот. У нас стоит D4X, G, Gμ от X. Да, наш классический ток, он нам задан условием задачи. В простейшем случае он вот так вот выглядит в Фурье представлении, да. Минусы E там еще есть. Минусы E, аккуратненько. Ага. Здесь вот матричный элемент у нас слева стоит вот такой, тоже все пишем. А справа стоит 0, да. То есть здесь справа стоит 0, а слева стоит... Вот здесь вот пишите. У вас тут впереди еще надо кое-что написать будет. Ну, да, пишем конечное состояние, как выглядит. То есть сопрягаем этот вектор. АК, λ, да. 2π в кубе на объем. Отлично. Это у нас матричный элемент. Мы его должны взять по модулю в квадрате, да. Дальше мы должны этот матричный элемент, что с ним сделать? Проинтегрировать. Пока и просуммировать по λ, да. Да. Да, да, да. Вот так вот. И сумма по λ. И ксеноль, да. Ксеноль взялся из вот этого фактора, правильно? Вот такое выражение, да, у нас получилось. Но давайте его упрощать. Какое здесь, исходя из выражения для нашего коммутатора, какой здесь выживет, вот в этой сумме, в этом интеграле, вклад? Когда λ' равно λ? Когда λ' равно λ, и когда мы там берем оператор рождения, да, здесь уничтожение. То есть вот они у нас спарятся, спарятся, дадут лямбда равняется лямбда штрих, а по импульсам будет дельта функция трехмерная k-p, правильно? k-p, то есть вот это p мы сможем этой дельта функции проинтегрировать, верно? Проинтегрировать. Ну, пишем, что получится. Пишите, равно. Равно. Ксеноль, да? Пока что еще все как... Угу. Да, это сократилось. Здесь еще, кстати, объем был D3K, может, на бое там было, да. Видите, вот этот объем и вот этот корень из объема, они тоже, как и положено, они уходят, да, их не будет. Согласны? Вот здесь вот был... Еще где такой? Здесь был корень из объема, да, нормировки. Вот у вас вот этот корень, у вас это все по модулю в квадрате, видите, квадрат стоит? То есть нормировочный объем, он, как и положено, сократился, да? Сократился нормировочный объем. Угу. Погодите, давайте сначала проговорим, а потом будете писать. Дальше. Что у нас осталось? Глядите. D4x нажимет x и на вот эту экспоненту, на e в степени и px. Фурье образ. Да, это будет фурье образ. А p у нас равно в силу дельта-функции, это есть k, да? То есть у нас возникло не что иное, как просто фурье образ жи, мю. Ну, нет, вы пишите, как жмет, ка. Жмет, ка, да. Жмет, ка. Ну, раз здесь знак мю плюс, значит, это комплексно сопряженный фурье образ, да? И фурье образ с чем сворачивается по индексу мю? С вектором. С вектором поляризации, отвечающим какой поляризации? Лямбда штрих. Да, лямбда штрих равно лямбда в силу нашего коммутатора. Лямбда штрих равно лямбда, да? Вот это все у нас по модулю в квадрате, да? Из вот этого интеграла что еще осталось? Два омега. Два омега, оно у нас под корнем в нашей нормировке. Вот здесь, видите, он под корнем, под корнем, здесь под корнем. Если здесь не хотите под корнем писать, то здесь его надо писать. То есть в разных книжках вот этот корень либо отсюда, либо сюда пишет, либо сюда его пишет, да? Но разумнее его один раз сюда написать и больше никуда не пихать. Ни сюда, ни в коммутатор. Да, совершенно верно. На корень из два омега. И все это по модулю в квадрате. И еще осталось суммирование, внешнее суммирование по лямбда. Внешнее суммирование. Вы его написали, да? Нет? Нет, не написали. Сумма по лямбда. И вот здесь вот было еще минус и е. Вы его тоже в квадрат возведете. Это будет что такое? Е квадрат, да? Почему что? Это вопрос соглашения, но вообще-то просто жемю. Это когда здесь минус стоит. Экспонентом минус и пх. Фурье образ. Но можете писать без звездочки, все равно эта штука по модулю в квадрате берется. Дальше вы смотрите, что делаете. Вы суммируете по поляризациям лямбда. Сумма по поляризациям лямбда в кавариантной калибровке нам что дает? Минус G, минус G, минус. Да, минус G, минус. Напишите ее. Сумма по поляризациям. Сумма по лямбда. Да, где лямбда пробегает 4 значения. То есть это правило суммирования Феймана по поляризации. И что мы тогда получаем? Одно. Е квадрат это у нас через альфа. Это что такое? 4П. Ой, ой, ой. А зачем квадрат? 4П альфа. И суммирование по поляризациям еще один знак. Минус у нас возникает. Вот этот знак минус. Интеграл, да, от него. Ну вот этот, давайте этот корень уже сюда напишем. 2 Омега, да. И по частотам мы давайте подчеркнем, что интегрируем от лямбда-гамма, от инфракрасного регуляризатора до... до Дельта-Е. Да, Дельта-Е характеристика нашего детектора. И чему это равно все? Давайте внимательно посмотрим на то, как мы ксиноль находили. Там такая комбинация уже возникала. То есть ровно этот интеграл мы уже считали. Только в других... Конечно. Это тот же самый интеграл, что возникал вот здесь вот, да? То есть из нашего вот этого пропагатора. Примем прощения нашего этого пропагатора по формуле Сахоцкого. Но в других пределах. Если здесь пределы определялись инфракрасной расходимостью, регуляризацией этой расходимостью и условием применимости вот этой формулы, то есть вот эту формулу мы сюда можем пихать до частот порядка Е характерная. При больших частотах важны особенности вот этой траектории. То есть нельзя углом ее считать. То теперь здесь будут у нас пределы интегрирования определяться инфракрасной расходимостью и дельта Е. То есть все, что там написано, то есть не что иное, как n с чертой от каких аргументов. Отлично. То есть у нас мы получили в точности вот это же выражение, что и раньше. Только теперь здесь стоит логарифм не омега максимальная к лямбда гамма, а логарифм дельта Е к лямбда гамма. Правильно? То есть вот мы нашли с вами фактор, фактор КСИ1. Нашли его. Посмотрите внимательно. Все понятно, как мы его нашли? Здесь вопросы есть какие-нибудь? Давайте еще раз, вот у нас чуть-чуть осталось времени, еще раз вспомним, как сокращается в главном логарифмическом приближении расходимость лямбда гамма. Не в главном логарифмическом приближении, я вам говорил, что есть статья 61-го года, Ени Саура, где они показали, что во всех приближениях сокращается инфракрасная расходимость для мягкофотонного приближения. А в главном логарифмическом приближении мы прямо можем легко с вами проследить. С КСИ1 все понятно, как КСИ1 вычислили фактор? Давайте напишем выражение для КСИН. КСИН. Сюда вот КСИН. Сначала выражение напишем, а потом обсудим, чему он равен. Как модифицируется? Здесь будет N разных фотонов. Напишите их. Давайте здесь вот как-нибудь так вот. У вас есть один фотон. Не-не-не, ну, просто символически. Один, ну, скажем, 1К1, лямбда 1, потом 1К2, лямбда 2 и так далее. И N большой штук. То есть у нас есть N большой фотонов с разными импульсами и с разными поляризациями. Правильно? По этим поляризациям мы должны матричный элемент по модулю в квадрате просуммировать. Это же конечные частицы. То есть лямбда 1, лямбда N. Просуммировали, да? А по этим импульсам что должны сделать? Проинтегрировать. Давайте проинтегрируем. Интегрируем сюда. С соответствующей мерой. Давайте для красоты так сделаем. Написали все К, а еще есть В в степени N. И у нас есть еще некое условие на суммарную энергию наших фотонов. Мы его из постановки эксперимента берем. Например, это может быть условие, что частота каждого из регистрированных фотонов меньше, чем дельта Е. Например, такое может быть условие, где дельта Е – это разрешение детектора. Или что сумма всех энергий фотонов у нас меньше, чем дельта Е. Только наоборот написано. Дельта Е – дельта Е – омега 1 – омега 2 – омега N. Может быть такая постановка задачи? Может быть, что каждая частота фотонов меньше, чем дельта Е, где дельта Е – разрешение детектора. Неважно. В главном логарифмическом приближении мы одно и то же получаем. И что еще стоит? Раз у нас N тождественных фотонов, то что происходит? Еще единица на N факториал. Единица на N факториал. Вот, отлично. Отлично. И точно так же, чтобы найти этот матричный элемент, мы должны что сделать? Да, мы должны разложить вот эту экспоненту нормальному порядку до N-того порядка. И видно, что у нас опять будут возникать везде фурье образы от наших потенциалов. Будет N факториал различных спариваний, которые сократятся с этим N факториалом. И какой у нас результат получится в конечном итоге? В этом смысле? В этом смысле. Получится у нас еще 10 минусочек, а 10 е? Ну, через вот эту функцию у нас мы ввели функцию. В зависимости от функции N с чертой, как будет выглядеть? Да, что сам будет N. Ну, N в степени N. N с чертой в степени N, да? Ну, и N факториал никуда не денется, он останется. Почему? Почему? У вас, казалось бы, есть N факториал спариваний, но что еще есть? Ну, и что, что нормальное упорядочение? Ну, они уже стоят. Они уже стоят в нужном порядке. И у вас N факториал спариваний операторов рождения с разными К будет. То есть, один N факториал сократится, но еще есть один N факториал. Откуда? От экспонента, конечно, вы экспоненту раскладываете до N-того члена. У вас еще N факториал в знаменателе один. N факториал остался. Н факториал остался. Во. А остальные все манипуляции ровно такие же, как мы сейчас с вами делали. То есть, вы просто берете, расписываете эту S-матрицу и проводите спаривание. Вот таких спариваний у вас будет ровно N факториал штук. N факториал штук. Потому что вы можете разные операторы рождения отсюда спаривать с разными A. Теперь. И таких спариваний N факториал. Вот. Тогда, то есть, XEN мы с вами нашли. И еще есть множитель перед этим, который вы, кстати, здесь тоже забыли, а вот здесь еще не забыли. Множитель XEN, да? Вот здесь вот тоже множитель XEN давайте напишем. XEN, да? И здесь тоже будет XEN. XEN и там тоже XEN. XEN от вот этого фактора, он всегда возникает, он всегда есть, правильно? Тогда окончательно уже приходим. Если мы рассмотрим сечение с излучением любого числа фотонов, любого числа фотонов, любое число фотонов, чья суммарная энергия меньше, чем ΔЕ. То есть ΔЕ некое разрешение детектора, и вот суммарная энергия фотонов меньше, чем ΔЕ. Это что такое будет? Это будет сигма 0 на сумму по N от 0 до бесконечности от чего? У нас может излучиться независимо 1 фотон, 0 фотонов, 1 фотон, 2 фотона и N большой фотонов, да? Делить на N факториал, да, хорошо. Ну и проводим суммирование. Можем просуммировать, там стирать и все. Ксеноль подставляем, что такое сразу? Ксеноль у нас это что такое? Да, вот от суммы возникло такое выражение, а здесь вот такое, да. Отлично. А зависимость от вот этих аргументов, она у нас проистекает только из логарифма, правильно? То есть вот это пропорционально логарифму ΔЕ к лямбда гамма, а вот это пропорционально с тем же коэффициентом, что и здесь, логарифму омега максимальная к лямбда гамма, да? Тогда в результате что у нас получится? Вот здесь вот пишите красивым подчерком. В результате мы видим, что лямбда гамма, инфракрасный регуляризатор, он у нас сокращается, да? То есть, как и положено, в достаточно инклюзивных сечениях у нас никаких инфракрасных расходимостей не возникает. То есть, когда вам по всем фотонам просуммировали… Ой, это чего написали? Не-не-не, вот это n содержит логарифм, но перед логарифмом еще стоит минус 2 альфа там на ля-ля-ля. То есть, возникнет… Здесь тоже останется n, да? Но от каких аргументов? Экспонента в степени минус n от каких аргументов? Не, ну логарифм. Вы сначала напишите через n, а потом уже будете все это упрощать. Вот это выражение, оно больше, чем это, потому что омега максимально больше, чем дельта е всегда, да? Вот здесь стоит какой-то коэффициент, какой-то коэффициент. Вот какое здесь n останется у вас? Если вы теперь лямбда-гамма сократите, то останется минус n от каких аргументов? Ну вот напишите правильно аргумент. Прямо вот так вот напишите. Е в степени минус… Угу. Ну так, чтобы здесь положительное число стояло. Вот здесь вот это положительное число. То есть здесь стоит минус положительное число. То есть этот фактор, он всегда меньше единицы, да? То есть будет стоять что? Минус n от чего? Омега максимальная, а вторым аргументом дельта е, конечно. Ну, почему так не смело-то? А здесь дельта е, да. Угу. Вот такой вот ответ получили. n средняя, да, наша? n средняя. Если дальше надо, вот мы его можем подставить, это n средняя. Вот так оно выглядит. Ну, хотели написать, напишите. То есть спускаем этот логарифм, что получится. наоборот, да. Угу. В какой степени? Ну, вот сюда смотрим. Минус 2 альфа на π и на вот ту скобку с суммами. минус 2 альфа делить на π и на скобку. Ну, и символически как-то ее обозначить. Сумма там, да. Угу. Здесь вот эта скобка написана, да? То есть сумма и f здесь стоят наши, да? Вот такое выражение получили. Вот этот фактор, его можно считать как неплохой оценкой для главной ратпоправки за счет излучения мягких фотонов. То, что мы с вами на лекциях говорили. Ладно, на сегодня все. На следующем занятии мы еще решим совсем такую небольшую задачку по мягкофотонному приближению. У нас с лекцией опять остался некий долг. Помните, мы там, когда узкие резонансы смотрели? То есть вот за счет излучения мягких фотонов в начальном состоянии у нас модифицируется сечение для узких резонансов. Мы там это еще закончим. Этот долг с вами завершим. И приступим к изучению метода эквивалентных фотонов. На сегодня все. Спасибо.